Под ним Это, конечно, несомненно, такое самое эмблематическое стихотворение «Парус», «Ищущий бури», оно, конечно, пронизано токами поэзии Байрона, написано в русле европейской поэзии образ такой «Парус, Ищущий бури», но дело в том, что ведь никогда никакими постановлениями, никакими решениями невозможно сделать так, чтобы вот это стихотворение было популярным, а вот это не популярным. Бывали случаи, когда стихи запрещались, а они вдруг становились популярными, переписывались от руки, кочевали, тогда еще интернета не было в 19 веке, из альбома в Альпо, писали в Альпо, писали в Альпо. А Лермонтов был же замечательный художник, тонкий художник, ну, не выдающийся, не гениальный, но художник, и у него есть рисунок «Паруса», но он не так поэтичен, как это стихотворение. Фигура Лермонтова и его приход в поэзию были в известной мере не запрограммированы, потому что, ну, только что был такой массивный, гигантский гений Александр Сергеевич Пушкин, заполнивший собой своим сознанием, своими стихами, своими идеями, можно сказать, заполнивший всю Россию, Пушкин, как там сказано было, Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами. Да, но возмутительными стихами и невозмутительными стихами, и за революцию, и против революции, и за царя, и против царя, поэт не умещается ни в какие рамки. А пробужден был Лермонтов, несомненно, выстрелом Дантеса, русского гения, великого поэта. Не только он, вся Россия была пробуждена этим выстрелом. Многое произвело впечатление на людей мыслящих, и то не только, как убили Пушкина, но как его хоронили. Ну, вы только сами посудите, ну, что это ночью, тайно, сандармы какие-то везут, гроб с телом в родовое имение. Уму непостижимо, уму непостижимо. Лермонтов попытался, вот молодой человек, вот он входит только, он попытался осмыслить то, что произошло. Мне кажется, что недостаточно над этим стихотворением мы размышляем, потому что, ну, сами посудите, да и можно ли размышлять вот над гибелью гения. А Лермонтов именно размышляет, он пытается осмыслить, что это такое было. И вот, когда начинаешь читать это стихотворение Лермонтова и пытаешься осмыслить, что это такое было, то открывается очень много вещей совершенно неожиданных. По крайней мере, для меня это так. Ну, посмотрите, с самого начала. Погиб поэт, невольник чести уже. Почему невольник чести? А потому, а потому что человек чести. Сейчас-то это ушло, чести-то сейчас нет, а тогда честь была, не у всех. Честь, от слова «честь», защитник чести. В данном случае чести своей супруги. И своей. Невольник чести. То есть, Пушкин неволен был. Вот хочу, откажусь от дуэлиха. Нет, нет. Все, невольник чести. Раз оскорблен, должен ответить на оскорбление. Пал, оклеветанный молвой. Ой, как точно Лермонтов тут все сказал. Ну, неправда. Ну, не рогоносец. Как в том подложном, подкиданном анонимном письме. Ну, не рогоносец, нет. Ну, в чем только его не обвиняли. Пушкин там вот и придворный-то он, и льстец, и так далее, и тому подобное. Ну, не умещается. Ну, не умещается личность Пушкина вот в эти какие-то вот эти разборки. Оскорбленный молвой. Ну, свинцом не в груди. Ему стреляли вниз живота. И с жаждой мести поникнул гордой головой. Действительно, Пушкин упал на снег еще, не отказался от выстрела. Который даже попал в противника. Но, говорят, отскочил от пуговицы. Хотя, знаете, я, честно говоря, зная характер Дантеса, ну, так по его и по воспоминаниям современников, по всему, не могу исключить, что это была все-таки под этим какая-то кольчуга, не кольчуга, но какое-то железо было подложено. Хорошо знал Пушкин. Хорошо знал своего противника. Ну, говорят, что, дескать, попал в поле в пуговицу и отрикошить его. Дальше психологический портрет Александра Сергеевича, который тоже меня поражает зрелостью мысли. Я вообще думал, когда я был в Тарханах, смотрел на книги, вот, на которых рос Лермонтов, и сейчас можно приехать в Тархан, и там такой райский заповедничек, вот, родовое имение. Там очень какие-то умные книги, очень умные книги. На столе, значит, это азбука, которая первая на буквой «С» отнюдь не свинья, как в советском букваре, на буквой «С» солнце там, солнце. А про Пушкина было написано, закатилось солнце русской поэзии, что вызвало ярость у императора. Уже одна эта реакция императора говорит о том, что все непросто все-таки с гибелью Пушкина, непросто. Я далек от того, чтобы прямо вот так столбить, говорить, вот, чуть не специально убили, но что-то так, но достаточно ясно передана атмосфера вокруг Пушкина в реакции императора на солнце русской поэзии, и на закатилось солнце русской поэзии. Кто такой Пушкин? Что он? Что он? Какой-нибудь высший герой там и так далее. Да, реакция была неправильная. Пало, клеветный молвой, шинцом груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. И дальше. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Вот как это точно сказано, что именно мелочных обид. Никаких-то там высоких соображений, каких-то там это... Нет, это была вот суетливая, ну, обычная, житейская вот такая война мышей. Понимаешь? Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал один он против мнений света, один, как прежде, и убит. Один Пушкин был. Вы представляете? Вот при всем том обилии друзей, покровителей, тут и Карамзин, тут и Жуковский были. Ну, Карамзин уже к тому времени умер. Ну, Жуковский был. Жуковский был. Ну, и вообще все друзья были живы. Все друзья были живы. И Вяземский, и многие-многие, и друзья, и единомышленники. А Пушкин был один. Одинок. Это, несомненно, его духовное одиночество в этот период, да. Вот если бы он дожил до прихода Лермонтова, как поэта, он бы уже не был одинок. Вот Лермонтов прямо рожден для встречи с Александром Сергеевичем Пушкиным, чтобы Пушкин мог ему передать бразды правления, передать венец поэта. Вот жалко, что это не случилось. Это случилось после гибели Пушкина. Ну, дальше, да, горькая, горькая насмешка Лермонтова над тем, что происходило. Убит, к чему теперь дание, похвал ненужный хор, и жалкий лепет оправдание. Судьбы свершился приговор. Вот тут мистическая точность. Вот это только Лермонтов мог сказать. Ну, сам Пушкин мог сказать, но и Лермонтов. Судьбы свершился приговор. Есть судьба. Она не у всех. Она не у всех. Но у великих личностей судьба есть. Вот движется по какой-то вот этой орбите, и никуда с тебя не свернешь. Ведь отказался же, все-таки вступил Пушкин. Отказался от первой дуэли. А от второй уже не смог. От второй не смог. Как его не уговаривали, как его не... Пытались отвратить от гибели. Вот как планета движется по орбите, так великие люди движутся по линии своей судьбы. Она, может, не кругленькая, как вот орбита там, не эллипсоидная. Она очень... Вот такая вот вся запутанная. Но она есть. И Лермонтов это почувствовал. Судьбы свершился приговор. У самого Лермонтова была более чем запутанная судьба. И приговор судьбы... Сколько раз же его от дуэли спасал, от приговора после дуэли спасал Жуковский. Как он спасал Пушкина, так он спасал и Лермонтова. А что сделаешь, если вот она, конечная линия начертана, и все тут, и никуда не уйдешь. И уж никак не ждал смертельной пули от своего друга Мартынова. Ну, и Мартынов-то не был. Вот в отличие от Дантеса, который все-таки действительно тут прав Лермонтов, когда пишет, смеясь он дерзко презирал чужой земли, язык и нравы. Не мог сидеть он нашей славы. Не мог понять всеми кровавый, на что он руку подымал. Ну, не мог. Ну, Дантес иностранец, принц голландский. Что он там? Для него Пушкин просто вот старый муж, грозный муж. И, ну, Мартынов-то прекрасно знал, кто такой Лермонтов. Ну, другое дело, что вблизи не бывает ни богов, ни героев, ни гений. Гений, бог и герой. Вблизи не бог, ни гений, ни герой. А просто вот друг. Ну, пошутил Лермонтов, не очень, скажем, прямо так, удачно сказав, что непонятно, кто к кому привешен. Мартынов к кинжалу, или кинжал к Мартынову, подшутив над его ростом, так сказать, обыграл. Ну, соперничество молодых людей, ну, что, ну, куда ж мы от этого уйдем? Ну, кто же не соперничает в молодости, в юности? А они, это молодые люди. Да еще там на Кавказе, где от скуки помрешь, если не будет любви, хотя бы приключений каких-то, борьбу за сердце дамы. Дело-то святое. Вот. И тем не менее, он погибает от руки Мартынова. И я спрашиваю, так кто такой Мартынов? Кто такой Мартынов? Ну, друзья мои, а ведь согласитесь, что Лермонтов не всякого человека себе в друзья выбирал. А Мартынов был другом Лермонтова. Значит, в характере Мартынова были какие-то качества и какие-то свойства, которые, во всяком случае, не со знаком минус надо обозначать. Ну, тоже так же, как с Пушкиным, судьбы свершился приговор. И так же, как с Пушкиным, косвенным образом уж точно замешан император. И тот же самый император. Но если по отношению к Пушкину, кстати, оба родовицы родовицы и природовицы и Пушкин, и Лермонтова. Мне даже кажется, что император часть своей нерастраченной ревности какой-то внутренней к Пушкину, он ее перенес на Лермонтова. Вот как-то вот, вот как-то чувствуется, что все, что он не договорил, уже не мог допустить по отношению к Пушкину, он допустил по отношению к Лермонтову. Я не думаю, что это исторически точно и достоверно, что я, как бы Николай, сказал собаке собачья смерть после гибели Лермонтова. «Хотя человек военный из императорского теста, повесивший, ну, не без вины, но повесивший заговорщиков в то время, когда уже в России смертная казнь была отменена, ее не существовало. Как Елизавета отменила смертную казнь, то смертную казнь снова применили, ну, это уж по отношению к Пугачевщицам, к бандитам, которые сдирали с людей кожи и человеческим салом ружья смазывали. А так смертной казни уже не было. и решиться на такое дело. Мне даже кажется, что не было бы виселиц декабристов, не было бы дальше виселиц Столыпина, и не было бы трагедии 1917 года в том масштабе, в каком она развернулась. Потому что зло всегда прецедент. Сначала зло злоумышления цареубийства, закур, второе зло повешение, применение смертной казни и пошло, пошло, пошло в геометрической прогрессии. Есть у зла такое свойство, есть. В отличие от Пушкина, Лермонтов а феем, атеистом в чистом виде никогда не был. У него стихи, вот я счастлив и горд, что в Лермонтовской энциклопедии в советские годы какого-то дубового, тесового атеизма мне все-таки удалось в Лермонтовской энциклопедии, благодаря составительнице, с которой я учился в аспирантуре, Семилевой, две статьи напечатать. мотивы религиозные, мотивы в поэзии Лермонтова. И статью «Мотивы смерти», она там есть в Лермонтовской энциклопедии, можете посмотреть. Потому что без этого Лермонтова не существует. А советское лермонтоведение, оно как-то так, это самое, вынуждено было, поскольку атеизм был государственной какой-то, религией своего рода, вынуждено было эту тему как-то так обходить. Но я взял на себя, Шемилева взяла на себя, и в Лермонтовской энциклопедии это есть. Есть там вот это дивное стихотворение, молитва. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную шепчу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Это не придумывается. Это когда бремя скатится, когда дышится и плачется, и так легко, легко. Конечно, поэзия Лермонтова это почти что всегда молитва. Это почти что всегда молитва, особенно его лирические стихи. Религиозные его отношения к женщине, религиозные его влюбленности. Вот еще одно стихотворение, еще один шедевр, который вроде бы о любви, ну что особенно, любили люди друг друга, потом расстались люди, к сожалению, жизнь состоит из встречи, разлука, из влюбленности, и увы, расставание от этого никуда не уйдешь. И вот это стихотворение вроде бы о любви. Это Лермонтов еще не знал, что это еще и стихотворение о целой эпохе атеизма, что это стихотворение, что эти восемь строчек в два четверостишья охватит собою семьдесят три с лишним года русской истории после семнадцатого года. Вот послушайте, вот послушайте. Расстались мы, но твой портрет я на груди своей храню, как бледный призрак лучших лет он душу радует мою и полный преданным страстям я разлюбить его не мог. Так храм оставленный все храм, так бог кумир поверженный все бог. Вы знаете, вот всю жизнь свою, вот каждый раз, особенно когда по Волге плыли, и всюду оставленные храмы, и всюду с несенными крестами, и все не сговариваясь, так храм оставленный, все храм. Кумир поверженный, мы обычно не так скировали, мы говорили, так, бог поверженный, все бог. И вот они загаженные, превращенные в склады, в гаражи, оскверненные, превращенные бог знает во что, и все равно это были храмы, оскверненные храмы, обезображенные, обезглавленные, вот здесь, в Москве, вот на, тогда это был Калининский проспект, сейчас это Новый Арбат, вот стояла церковушка, сейчас, на славу Богу, она уцелела, она стоила корену, который ее отстоял инфаркта, но храм-то церковь оставили, а кресты сорвали, сорвали кресты, ну как-то, вот Пушкинская площадь, где был Страстой монастырь, вот рядом, все кресты были сорваны, все кресты были сорваны, и чего только там не устраивали, церковь, в которой венчался Пушкин на Никитской, там был склад хранения химреактивов, это все недавно было, друзья, ничего, и полувека не прошло, да, это все было, а у Лермонтова это в двух строках, это он о любви своей говорит, о расставании со своевозлюбленной, так храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все Бог, тончайшая лирика, нежнейшее чувство, и пророчество, и пророчество, пророчество, и мне даже кажется, что Лермонтов знал о своей вот какой-то такой пророческой силе, подозревал о ней, ну, корни его родовитого, такого очень древнего рода Лермонты уходят в Испанию, уходят в Шотландию, все найдено, все соответствует действительности, у него даже есть портрет своего предка шотландского, он все это, все чувствовал, все это ощущал, мне кажется, не по хроникам никаким, не по родословным, а просто есть в некоторых из нас чувство духовного родства со своими предками, он не был Иваном, не помнящим родства, не был, так же и Пушкин, между прочим, он однажды в гневе, там кто-то, а какой он дворянин, там, булгаринская пресса уколола, подумаешь, там, ну, Пушкин этот, полулегендарный там боярик Пушкин, а так вон араб приехал и у Пушкин написал родословную, мой предок, рача, мышцы, браны, там, служил, вот, ну, у Лермонтова было это чувство рода, чувство, в самом лучшем смысле этого слова, чувство дворянства, очень развито было, но гораздо больше, чем это чувство рода, было в нем чувство дара, это было тоже унаследованного, вероятно, и от Пушкина, понимание, что дар поэта, вот у Пушкина есть так, творение, дар напрасный, дар случайный, ты зачем ты, жизнь, зачем ты мне дала, вот это ощущение дара, который надо как-то что-то с ним делать, как-то его нести, который никому вокруг не нужен, а на самом деле нужен всем, который ничего, кроме неприятностей поэту не принесет, но он обязан, он должен, но хорошо, вот Пушкин-то был хорошо, человек эпохи просвещения по воспитанию своему, ему было все ясно, надо просвещать, ты солнце святое, гори, как эта лампада мерцает и тлеет перед солнцем бессмертным ума, да здравствует солнце, да скроется тьма, вот сейчас просвещу, и все будет хорошо, или там во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд, и дум высокое стремление, несчастью, верность сестра, надежда мрачном подземелье разбудит гордость и веселье, оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостного входа, и братья меч вам отдадутся. Ну, темницы не рухнули и выпустили декабристов, когда о них уже все забыли, и когда они в преклонные годы свои вернулись, это были уже люди забытые ушедшие эпохи, никакие братья меч не отдали, все было совсем по-другому. Для Лермонтова, у Лермонтова не было таких радужных ощущений, впечатлений, он человек, обычно говорят, он человек другого времени, другой эпохи, да никакого он времени, он просто другой человек. Вот при всей своей горячей любви к Пушкину, при полной приверженности к нему, он совершенно другой человек. Пушкин человек дня, Лермонтов человек ночи громко сказан, но во всяком случае некоторые тайны, некоторые Пушкин весь распахнут, открыт навстречу людям, Лермонтов не такой, он рыцарь закованной в латы и даже для самого себя не совсем понятный. И к поэзии его отношения другое. Он многие свои стихи читает и не только свои, но и других поэтов, он читает и думает, а что это значит. То есть, Лермонтов понимает и чувствует, что в поэзии главное это тайна, это тайна. Есть речи значения темно и ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. как волны их звуки безумством желаний, в них слезы разлуки, в них трепет страдания, не встретит ответа средь шума мирского, из пламя и света рожденное слово. Из пламя и света рожденное слово. В нем горит вот этот какой-то огонь, потому что если Пушкин солнце там святое, гори, озряешься, у него внутри вот из пламя и света рожденное слово. Он в самом лучшем смысле этого слова мистик. Слово мистическое, кстати говоря, означает всего лишь на все тайное. Есть тайное, вот тайна сегодня, вот когда-то она будет раскрыта. А есть вечная тайна. Вечная тайна поэзии. Когда слово значение темно и ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Когда не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово. Он знает, Лермонтов, как оно не находит ответа. знает. Тут трудно сказать, что вот Лермонтова не поняли или не знали его. Не знали, ну как же. При дворе демона разыгрывали, запрещенного демона разыгрывали при дворе царские дочери. Но в храме средь боя и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и брошусь из битвы, ему я навстречу. Вот это потрясающий образ. Смотрите, услышав это слово таинственное из пламени светорожденного, он бросится из битвы ему навстречу. Это говорит человек военный. Да, Лермонтов так получилось, так сложилась его судьба. Но сначала все правильно было сделано. Родовитая бабушка его определила в университет. А в университете он как всякий талантливый сверхталантливый гениально одаренный обладающий каким-то очень сверхзадиристым каким-то характером. Вот кстати портреты Лермонтова ни один меня не устраивает. Над них мы видим какого-то такого Лермонтова сам он себя так нарисовал вот сабелька вот он так сидит такой человечек маленький а он между прочим обладал громадной физической силой. А он без конца в дуэлях. А он дерзил. Но дерзил профессору. В конечном итоге его из университета пришлось спасать. Спасать в армейскую так сказать военную военное обучение отдать. И вот я не знаю может бабушка поступила мудро считая что военная дисциплина как-то ее обуздает его она знала характер Лермонтова знала неукротимость его может так удастся его как-то удержать вот в рамках военной дисциплины и все такое и может быть удержала может быть я не исключаю но в целом это конечно зверство поэта в казарму не надо не надо казарма нужна да но поэт гораздо лучше когда он ну сейчас за ноутбуком тогда за письменным столом вот не надо у него другое оружие как говорил Маяковский стихи стоят весомо тяжело готовы к смерти и бессмертной славе поэмы замерли к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий и Лермонтов конечно ну он был сослан на Кавказ да сослан но надо сказать что это это с его душевным порывом и устремлением совпадало он хотел очень забавно когда Пушкин попросился на Кавказ его не пустили он нарушил запрет он же был ну не под домашним арестом но под городским арестом он не мог покинуть Петербург не сообщив Бенкендорфу и не получив от оного разрешения хотя Бенкендорф неплохо относился к Пушкину в отличие от императора который как-то так все-таки с явным раздражением относился к Александру Сергеевичу то ли соперничал с ним какой-то вот был что-то что-то такое-то фундаментальное противостояние непонимание хотя значение Пушкина масштаб Пушкина он понимал но когда Жуковский предложил поступить с Пушкиным после смерти как с Карамзиным Николай говорит ты предлагаешь поступить с ним как с Карамзиным но Карамзиным был святой а жизнь Пушкина а кто такой Пушкин мы знаем ну уж какой моралист Николай I ну как угодно к нему не относись хорошо там с осуждением как угодно но уж насчет морали то ладно знаем мы как он экзаменовал девиц благородных вот Лермонтов так вот Пушкин нарушил запрет и уехал на Кавказ без разрешения отчаянная голова конечно ох отчаянный какой а там судя по всему он хотел бежать он же не выездной еще вдобавок господи боже мой все выездные все могли выехать и Вяземский и Тургенев там декабрист все выезжали спокойно в Париж все а вот Пушкин не выездной ну надо же такое ну надо же такое у него у него был план бегства через Китай даже он что-то такое план был план бегства через Финляндию тоже был такой и был план через Кавказ он сам его описывает и вот он скачет он уже вот он скачет на коне о я уже за пределами России а тут Казах его навстречу эта территория теперь наша это она была раньше у чеченцев а теперь она наша такой вот такой вот эпизодик в жизни Пушкина ну Лермонтов я не знаю насчет его хотел ли он к своим предкам в Шотландию и в Испанию вот но действующей армии он был действующим военным храбрым военным военным ну легенд там много вокруг него накрутили чуть ли не карательные отряды там еще чего-то такое ерунда все это ерунда осуждал Лермонтов смертоубийство у него про это достаточно написано стихов он с равным восхищением говорит о героизме наших ну русской стороны ну и о герои он уважает героизм той стороны и осуждает осуждает он смертоубийство осуждает это совершенно явно очевидно прочитайте полудневный жар в долине Дагестана для милости раны и кровь стекла вот но мне интереснее как Лермонтов вот пушкинскую тему пророка продолжает то есть конечно оба гения ощущали в себе вот это начало русский поэт он всегда пророк хоть ты там бейся разбейся хоть ты там будь монархистом будь революционером будь тем угодно все равно русский поэт это пророк и никуда от этого деться нельзя русская поэзия без этого жить не может это вот сейчас приезжаешь слава богу мы в отличие от Пушкина выездные теперь все вот поэты французы немцы англичане хорошие люди со многими дружились я не могу смотреть как они вот читают по бумажке свои стихи можно заглянуть в бумажку конечно но так как они уткнувшись и не отрываясь и читают по бумажке я чувствую нет да у них совсем другое понимание поэзии у нас в России другое у нас поэт обязательно пророк и вот пушкинского пророка вы все помните ну так я слегка духовной жаждой томил в пустыне мрачной облачился и шестикрылый серафим на перепутье мне явился перстами легкими как сон моих зениц коснулся он отверзлись вещи зеницы как у испуганной орлицы и он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык это обряд посвящения в древнем Египте так фараона рассекали ему язык да погребали и прознословный лукавый из-за жала мудрые змеи уста замерзшие мои вложил десницу и кровавую есть даже представление что фараону вкладывали жала змеи уста но ему на самом деле вкладывали пергамент молитву упоминали рассекая и он не грудь рассек мечом из сердца трепетное выдавал фараона так и уголь пылающий огнем во грудь отверстию водвинул восстань пророк и вишть и внемли исполнись волей воей и обходя моряло и земли глаголом жги сердца людей то есть уголь вложенный сердце вот это такой обряд посвящения Пушкин написал видимо в Кишиневской ложе этот обряд был а масоны они очень любили египетские обряды посвящения они считали что они узнают тайну египетских пирамид тайну убитого строителя пирамид хирама в которой заложен код мироздания сегодня когда мы очень много узнаем о древней египте мы начинаем понимать что много в этой масонской религии если ее так сказать вне политических всяких спекуляций а просто как вот культурное движение там очень многое было прозрения и понимания и вот пророк Лермонтова он в явной полемики с пушкинским пророком потому что он уже знает реакцию на пророчество ну казалось бы тут ничего нового нет ну в Библии тоже пророки кого камнями побьют кого убьют кого просто изгоняют из города читайте Библию там все ясно написано как с Елисеем поступили с учеником Ильи который инопланетянин улетел на огненной колеснице с тех пор как вышний судья мне дал мне дал на всеведение пророка в очах людей читаю я страницы злобы и упрека провозглашать я стал любви и правды чистые учения меня же ближние мои бросали бешено каменья посыпал пеплом я главу из городов бежал я нищий и вот в пустыне я живу питаясь даром Божьей пищи завет предвечного храня мне тварь покорна там земная и звезды слушают меня лучами радостно играя как это красиво кстати говоря вот Лермонтов у Пушкина звездное небо так появляется гораздо реже а у Лермонтова оно просто все пронизывает и звезды слушают меня лучами радостно играя когда же через шумный град я пробираюсь торопливо то старцы детям говорят с улыбкой и самолюбивой смотрите вот пример для вас он горд был не ужился с нами глупец хотел уверить нас что бог гласит его устами смотрите ж дети на него как он угрюм и худ и бледен смотрите как он наг и беден как презирают все его ну конечно Лермонтов имеет ввиду себя ну не знаю насколько его так уж так презирали насколько наг и беден ну во-первых он не беден был а вот сказочно богат во-вторых ну привеличенно привеличенно это романтическое такое привлечение многие любили стихи Лермонтова другое дело что у него был очень такой характер крутой и во многом как сейчас говорят неуживчивый и конечно конечно его любовные отношения частенько складывались трагически когда речь идет о Лермонтове то когда о Пушкине то тут многих поэтов мотивы французских поэтов немецких поэтов английских поэтов в основном поэзии Байрона конечно а Лермонтов Лермонтов во многом во многом корни его уходят в романтическую поэзию Гёте и Гейне и вообще в немецкую романтическую школу и вот это стихотворение оно во всех христоматиях конечно есть его и в школах изучают но это же не только стихотворение это философский трактат в стихах о жизни и смерти и о жизни я бы не сказал после смерти а о жизни во время смерти во время смерти да это уходит корнями туда в поэзию и философию Гёте который который пантеизм такой вот человек не может умереть он умирается он сливается с мирозданием с природой и остается с ней вместе уже в другом обличии в другом облике но он остается вместе со всей вселенной как вселенная не может исчезнуть никогда так и человек не может исчезнуть и вот этот стих о таком вот природном пантеистическом бессмертии потому что бессмертия они бывают тоже разные есть бессмертие души бесплотная такая не имеющая форма оно может быть изображено в виде иконных ангелов серафимов огненных а вот бессмертие осязаемое зримое слышимое это в русской поэзии заслуга Лермонтова выхожу один я на дорогу сквозь туман кремнистый путь блестит на стиха пустыня внемлет Богу и звезда звездою говорит очень любит Лермонтова он смотреть на звезды как они лучами друг с другом обмениваются и как они разговаривают в небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубого вот посмотрите это же космический взгляд на землю еще тогда никто не летал вокруг земли вот он смотрит на землю как на космическое явление в небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубого в небесах никто кроме Лермонтова этого тогда не увидел в небесах обычно небеса над звезды над земля под а тут вдруг в небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом что же мне так больно и так трудно жду ли чего жалею или о чем уж не жду от жизни ничего я и не жаль мне прошлого ничуть я ищу свободы и покоя я б хотел забыться и уснуть ну такого у Пушкина быть не могло не жду от жизни ничего я ищу может быть не жаль мне прошлого ничуть но в какой-то момент отчаяния может быть и это могло быть вот но забыться и уснуть при жизни хотя есть стихотворение Александр Сергеевич пора мой друг пора покоя сердца просит летят за днями дни и каждый день уносит частицы бытия и мы с тобой вдвоем предполагаем жить англич как раз умрем на свете счастья нет но есть покой и воля давно завидно и мечтается мне доволен давно усталый раб замыслил я побег в обидель там трудов и каких-то нек вот это у Лермонтова мотивчик такой вот я ищу свободы и покоя я бы хотел забыться и уснуть и дальше вот это метафизическое слияние человека с мирозданием но не тем холодным сном могилы я бы желал навеки так уснуть чтоб груди дремали жизни силы чтоб дыша вздымалась тихо грудь чтоб всю ночь весь день мой слух лелея а любви мне вечный голос а любви мне сладкий голос пел надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел этот дуб потом мы увидим у Андрея Андрей Балконский помните он едет дуб умирающий потом он едет обратно уже влюбленный в Наташу дуб зазеленел нет жизнь не кончена и так далее этот дуб он так в литературе русской останется останется и вот это стихотворение мистическое да чтоб всю ночь весь день мой слух лелея о любви мне сладкий голос пел вот он поет он поет конечно сладкий голос конечно самого Лермонтова он пел о любви он пел о любви о чем бы не писал русский поэт о чем бы он не говорил он конечно пишет и поет о любви а если он поет не о любви ну этот не совсем русский поэт он больше так европейский поэт тоже хорошо мировой поэт но русский поэт если он о любви не поет значит он не совсем отсюда он где-то там но вообще Лермонтов больше чем кто-либо другой ощущал то что я бы назвал мистикой любви русские поэты всегда понимали что любовь это нечто больше чем просто взаимоотношения между двумя мужчиной и женщиной это что-то такое приобщающее человека к великой тайне к тайне жизни к тайне смерти потом об этом заговорят символисты они очень много будут об этом писать о прекрасной даме вот блок белый Владимир Соловьев начнет эту тему у Лермонтова она не сказать чтобы была радостная у Лермонтова она скорее печальная печальная у него не просто разлука а у него она вечная разлука вечная не в житейском смысле вот двое любили вот двое расстались нет вечная навсегда и в том мире разлука вот почти все русские поэты они так сказать все таки верили вот ангел мой ты слышишь ли меня тетя обращается к умершей возлюбленной и вот Лермонтов они любили друг друга так долго и нежно с тоской глубокой страстью безумно мятежной но как враги избегали признаний встречи и были пусты и хладны их краткие речи ну это гейны гейны они любили друг друга но ни один не желал признаться в этом другому гейны фраза в основе лежит они расстались безмолвным и гордым страданий и милый образ во сне лишь порою видали и смерть пришла наступила за гробом свидания но в мире но друг друга они не узнали вот но но это было сказано я думал там в загробном мире но поскольку она уже была в таком возрасте после 90 то естественно были моменты сознание туда-сюда перемещалось я думал что я там увижусь с блоком а оказывается там так же как здесь к нему и не подступишь что до него и не доберешься вот я почему-то это всегда вспоминаю как в этом стихотворении Лермонтова вот в жизни они не могли никак друг с другом вот они в загробном мире встретились а вдруг там они друг друга и не узнали там совсем другое очень интересное стихотворение ну да на тему гейны оно такое мистическое вот как сказать вот про религиозные религиозные чувства поэта для поэта конечно есть одна религия это поэзия прежде всего поэзия вот но особенно в 19 веке в 19 веке поэты были воспитаны в таких традициях вольнолюбивых вот противостоящих официальному официальному религиозному но не знаю насколько это было религиозно это но в законах спиранским было записано православие является государственной религией российской империи я во первых не могу понять что такое государственная религия как может быть религия государственная религия божеская государственный бог что-то что-то очень странное вот такой подход он конечно много многих умных талантливых творческих личностей от религии если не оттолкнул то как-то так одолел и все-таки я вижу что в отличие от Пушкина у Лермонтова религиозное чувство очень-очень глубокие корни имеет именно в его душе не просто в разуме не просто в его создании а именно в его душе я матерь божия ныне с молитву пред твоим образом ярким сиянием не о спасении не перед битвою но с благодарностью и покаянием не за свою молю духу пустынную за душу странника в мире безродного но я вручить хочу деву невинную теплой заступнице мира холодного теплой заступнице мира холодного так так а богат о деве Марии никто не говорил нет теплой заступнице мира холодного окружи счастьем душу достойную да и сопутников полных внимания молодость светлую старость покойную сердцу незлобному мир упования это это как сказано сердцу незлобному мир упования это конечно никто кроме Лермонтова никто срок ли приблизится часу прощальному в утро лишь умное в ночь ли безгласую ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела душу прекрасную лучший ангел есть среди ангелов и лучший ангел чтобы восприять ее душу прекрасную он молит и за ее жизнь и за ее старость и за ее смерть чтобы прислан был самый лучший ангел приятию душу красота необычайная человеческого чувства любви всепрощения это не выдуманное это настоящая это не альбомная лирика это это великая поэзия великая в самом прямом смысле ну были и озлобленные стихи конечно были озлобленные стихи многие даже считали что Лермонтов вот он такой вот вот он такой как в этом стихотворении когда опомнившись обман я знаю и вот стихотворение которое я честно говоря недолюбливаю поэтому и не держу в сознании когда опомнившись обман я узнаю и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник на праздник незваную гостю о как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих облитый горечью и злостью ну что ж Лермонтов живой человек живой человек вообще от поэта никогда нельзя требовать или ждать последовательности вот он сегодня вот всепрощающий любящий и все хорошо вот завтра стих облитый горечью и злостью это все вот это все так и никуда от этого не денешься так он устроен поэтически он так устроен очень хорошо он сказал сам о поэзии поэт когда Рафаэль вдохновенный при чистой девы лик священный живою кистью окончал своим искусством восхищенный он пред картиною упал но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой и утомленный и немой он забывал огонь небесный таков поэт чуть мысль блеснет как он пером своим прольет всю душу звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поэт забывшись в райском сне вас вас души моей кумиры и вдруг холодеет жар ланит его сердечные волнения все тише и призрак бежит но долго долго он хранит первоначальные впечатления это сравнительно еще молодые годы это еще да ну вот кто-то Рафаэля вспоминает когда я думаю Рафаэльевская в характере в характере в лирике у Лермонтова есть да вот вот в нем да он вот он воин да он дерзкий человек он вспыльчивый человек он задиристый человек вот ну а с Рафаэлем уже связаны больше такие ощущения говорят был очень добрый очень кроткий очень любил людей и вот в окружении своих соперников там вот того же Микеланджело и все он как-то как-то не враждовал как-то не умел враждовать у Лермонтова же врагов было выше головы выше головы ничего не поделаешь пришла другая эпоха Пушкин тоже о демоне там пишется о демоне говорит но демонического в характере Пушкина нет нет нисколько как-то так получается ведь демона это кто демон это тот кто не согласен с Богом в сотворении мира демон это тот который отвергает творение Божие и пытается его так или иначе уничтожить разрушить но у Лермонтова есть свой выбор он сейчас частенечко сравнивает ну вот то парус то ищущий буря то тучки небесные вечные странники мчитесь вы так же как я же изгнанники нитью цеплю жемчужную нитью лазурную с милого севера в сторону южную чужды вам страсти и чужды страдания нет у вас Родины нет вам изгнания нет Родины и нет изгнания вот такой вот как так посредине но одно время пытались опровергать что дескать не Лермонтов написал прощай немытая Россия страна рабов страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ в других редакциях и ты послушный им народ нет это Лермонтов написал это Лермонтов написал потому что потому что сказано в поэзии как любил он ненавидя вот любил ненавидя и Пушкин однажды в ярости воскликнул угораздило меня с моим умом и талантом родиться в России потому что у нас да хотя и во Франции не очень да и в Германии многое было и в той же Англии Оскару Уальду в конечном итоге вот намордовали отношения поэта с обществом это особая статья никогда они не бывают гармоничные бывают умные правители которые это как так или иначе понимают все-таки какие-то вещи поэтам прощают может быть которые надо простить вот бывают глупые правители которые начинают поэтам диктовать и указывать что им писать как им писать и преследовать их за каждое слово все было к сожалению Пушкину и Лермонтову пришлось испить в полной мере ну глупость исходящую от трона хотя это не были глупые люди императоры которые правили и Александр Первый и Николай Первый не были глупыми императорами но в самом построении в самом устройстве была какая-то какая-то нестыковка и хотя при дворе были умнейшие люди и советники умнейшие такие как Карамзин и такие как Жуковский в конечном итоге от трона исходили по отношению к поэтам недобрые частенько решения недобрые токи хотя потом может наступало просветление и понимание но все же все же Лермонтову пришлось испить в полной мере вот это непонимание и было еще такое вот Николай с удовольствием читал главу Максим Максимович герой нашего времени ох как же ему нравился Максим Максимович вот Максим Максимович вот этот вот простой человек вот все понимающий человек вот каким надо быть ну прекрасно но не может Печорин быть Максим Максимовичем при всем желании а вот Печорин вот Максим Максимовичем управлять проще простого вернее ну как управлять ну просто от Максима Максимовича не жди сюрприза а что взвредет в голову Печорину то императору неизвестно вернее известно известно вот отсюда вот отсюда его он был в ярости вот считая герой нашего времени от описания Печорина герой герой же нашего времени ведь это же герой то есть главный не Максим Максимович герой а Печорин герой а в Печорине конечно Лермонтов в полной мере себя выразил ну конечно Печорин не пишет гениальных стихов это правда но по характеру это вот как в докторе Живаго весь Пастернак потом он его заставил все-таки писать стихи вот так в Печорине конечно весь Лермонтов а Печорин страстно любит но не может полюбить весь сотканный из парадокса и конечно если и все-таки я бы сказал что Лермонтов больше себя выразил не в Герои нашего времени а все-таки в большей степени гораздо в большей степени он выразил себя в Демоне Демон был на самом посудите Демон самоназвание Демон как-то так в Православной Империи Демон нельзя нельзя запретить ни в коем случае а при дворе играли при дворе играли потому что взаимоотношения Демона и Тамары Тамара и Демона это обычные отношения между любящими молодыми людьми он всегда Демон она всегда Тамара ну правда почему-то он всегда соблазнитель он всегда соблазнитель так уж 19 век построен что соблазнитель всегда он хотя скажем вот уже в Герои нашего времени у Лермонтова мы видим ну да когда когда Мэри то соблазнитель Печорин как бы но когда Вера она уже поигрывает этим демоническим героям этим демонам так сказать слегка поигрывает кто знает если бы Лермонтов хотя не бывает сослагательного наклонения тем более таких великих личностей как Лермонтов таких великих поэтов не могло быть никакого бы все произошло как произошло но я хочу сказать о другом я хочу сказать о космосе который пришел в русскую поэзию с Лермонтовым меня не столько интересует взаимоотношение Тамары и Демона Демона и Тамары хотя это очень интересно это всегда было будет и это всегда привлекает меня потрясает космическая перспектива которая открылась в русской поэзии с демоном вот между прочим все время ссылаются на Байрона но у Байрона Манфрид и другие герои там космоса я не вижу метущиеся личности гигантские там это богоборческие борьба добра и зла это все там есть я не вижу космоса я не вижу бесконечности космоса а у Лермонтова вижу вижу с первых строк это космическая мистерия Лермонтова демон космическая да он поместил себя да он себя поместил и не случайно врубель и у него и демон потом поверженный и Тамара и демон он повисает над Тамарой там вот все это есть все это есть это великие врубеля вдохновил конечно целиком полностью Лермонтов вот но это и есть тот тот самый демон который у Лермонтова вот говорят что врубель сошел с ума но я не знаю может быть сошел но только не тогда когда писал демон он никогда не был так ясен его разум когда он писал демона Лермонтов он сделал зрим Лермонтовский образ но главное вот это дыхание космоса дыхание мироздания дыхание вселенной но сейчас ты нас чем удивишь мы можем в компьютере нажать и всю вселенную увидеть от момента сотворения 13 миллиардов 400 миллионов световых лет расстояние до наших дней до сегодняшнего дня потому что свет остается от момента вспышки до сегодняшнего дня и это продолжается так что мы можем окинуть сегодня взор я не знаю даже невидимый космос черные дыры мы все это видим все это видим уже благодаря работе мозга не только классной работе мозга но тогда но тогда как это Зермонтову удалось как это перед ним открылось печальный демон дух изгнания летал над грешной землей и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой тех дней когда в жилище света блистал чистый херувим когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним когда сквозь вечные туманы познания жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил когда он верил и любил счастливый первенец творения счастливый первенец творения не знал ни злобы ни сомнения и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый и много много и всего припомнить не имел он силы вот это описание райского состояния когда он светлый серувим когда он обменивается с кометой улыбками и хор светил посылает и вдруг вот этот длинный длинный бессмысленный ряд жизни который он уже забывает и который уходит куда-то в забвение в ничто в небытие и вот эта панорама космическая что даже удивительно что это еще до того как человек ступил за пределы ну хотя бы он вот вышел на околоземную космическую орбиту когда наши телескопы сумели взглянуть туда очень далеко и прощупать всю вселенную все мироздание поэтому это все не нужно вот у него вот тут у него обсерватория находится вот тут в этом месте он через нее все все видит на воздушном океане без руля и без витрил тихо плавают в тумане хоры стройные светил средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловнимых волокнистые стада час разлуки час свидания им ни радость ни печаль им в грядущем нет желания им прошедшего не жаль в день томительный несчастья ты об них лишь вспомини будь земной без участия и беспечно как они это как бы учат тем он Тамару каким надо быть бесстрастным бесчувственным а сам уже сам уже зажегся а сам уже тлеет а сам еще не пылает но уже отчет в нем напоминает роман Евгения Онегина не всякого сомнения Онегин холодный вначале невоспламеняемый а уже в нем там чего-то зародилось и в конце романа песен пепеленный любовь ну и когда вспыхнуло когда загорелось когда любовь тут мы видим влюбленного Лермонтова влюбленного поэта поэт должен быть влюбленным клянусь я первым днем творения клянусь его последним днем клянусь позором преступления и вечной правды торжеством клянусь паденье горькой мукой победы краткую мечтой клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой клянусь сонмищем духов судьбою братьям неподвластных мечами ангелов бесстрастных моих недремлющих врагов клянусь небом я и адом земной святыни и тобой клянусь твоим последним взглядом твоей первой слезой незлобных уст твоих дыхания волной шелковых кудрей клянусь блаженством и страданием клянусь любовью раскаяния и вечность дам тебе за миг в любви как в злобе верь Тамара тебя я вольный сын эфира возьму надзвездные края и будешь ты царицей мира подруга первая моя без ожидания без участия смотреть на землю будешь ты где нет ни истинного счастья ни долговечной красоты где преступления лишь до казни где страсти мелкой только жить где не умеют без боязни ни ненавидеть ни любить я опущусь на дно морское я полечу за облака я дам тебе все все земное люби меня ну конечно это никакой не дел это Лермонт молит о любви ну да ну да вот он такой вот он безучастный бесстрастный якобы бесстрастный какой там бесстрастный все гудит от страсти все дрожит ну и дальше вот этот поединок ангел с демоном ну это опять же поэты же они вот так любят вот я говорил вот как Пушкин себя на Моцарта и Сальвеля разделил на Татьяну и на Онегина вот так разделил себя в демоне Лермонтов на как бы вот народное поверье с правой стороны белый ангел с левой стороны черный ангел вот на демона и светлого ангела и вот что отвечает светлый ангел демон демоническому началу в душе а демонизм это равнодушие равнодушие ну как сейчас говорят извините за это крепкое слово пофигизм вот Лермонтов один из первых поэтов который вот очень хорошо показал демоническую природу пофигизму вот этого не зло как таковое злодеи злодеем все понятно а вот пофигист вот этот вот этот вот этот демонист демонист исчезни мрачный дух сомнения посланник небо отвечал довольно ты торжествовал но час суда теперь настал и благо божие решение дни испытания прошли с одеждой бренную земли оковы зла с нее не спали узнай давно ее мы ждали ее душа была из тех которых жизнь одно мгновение невыносимого мучения недосягаемых у тех творец из лучшего эфира соткал живые струны их они не созданы для мира и мир был создан не для них ценой божеств жестокой искупила она сомнения свои она страдала и любила и рай открылся для любви и рай открылся в поэзии Лермонтова для нас и рай открылся и для нас и для Лермонтова такова его поэзия поэзия всегда есть не что иное как рай на земле и для нас